День Победы 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 Давайте вспомним о ней. Лежать осталось в темноте У незнакомого посёлка на безымянной высоте. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, Как догоревшая звезда, Кто хоть однажды видел это, Тот не забудет никогда, Он не забудет, не забудет А так и яроцные те. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. Под нами мессеры кружили, И было видно, словно днём, Но только крепче мы дружили. Под великрёстным арк огнём, И как бы трудно не бывало, И верен был своей мечте. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, Друзья моих военных дней, Землянка наша в три наката. Сосна, сгоревшая на дне, Как будто вновь я вместе с ними Стою на огненной черте. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. У нас сегодня не просто фотографии, Это люди, которые относятся, Которым мы относимся. Например, мой дедушка там, Если заметить, Латухин, Павел Кириллович. Это... Мой дедушка, дядя и дядя. Да, Людмилы тоже дядя, И свёкла. И опять же, мы прочитали, наверное, Элоры, Хейли, да, Софии, Англия. Это наши родственники. Это те, кто... Это наши люди. Это не просто... Ну, чужих, наверное, не бывает в этом смысле. Но эти наши родные, по-моему. Ещё сегодня у нас Валентина в гостях. В гостях наша постоянная и работница. И помощница. Она принесла реликвии. Смотрите, это оригинальная пилотка. И шприна войны. Да. И три медали. Валентина, вы не могли бы, пожалуйста, Рассказать нам об этом? Чьё это? Чьё это? Дорогие дети, мы живём сейчас в очень прекрасное время, где мы радуемся каждому дню, где мы можем творчески относиться к своей любимой работе, учиться, где мы хотим. Но время войны было трудное для всех. Кто-то мечтал учиться, но так и погиб на фронте. Много, 20 миллионов людей погибло во время войны. Вот такая цена дорогая, чтобы мы сейчас жили в это мирное время. Я хочу сказать вам, мой отец тоже воевал, и я ребёнок из семьи, где погиб отец, как Виктория говорит, отец, дядя, ещё дядя, которые не вернулись, и неизвестно, где они погибли. Поэтому мы помним 9 мая всегда этот день, и я хочу сказать вам, вы когда подрастёте, пожалуйста, помните, какой ценой досталось мирное небо для нас, для будущего поколения. Я ценю эти медали. Я хочу сказать, мой отец дошёл от Украины до Берлина и закончил свою деятельность во время войны в Берлине на Элистаге. Когда я приехала в Берлин посмотреть, подпись отца не было. Это было грустное время, когда вот так вот к истории немножко отнеслись в Германии. Поэтому вот эта пилотка, она... Хотите посмотреть? Ну, подойдём, мы попозже, можно? Это пилотка со времён войны. Вот так ходили солдаты, они были герои, они были смелые. Как отец говорил, форсирование Днепра феврале месяца, вода была минус 3, воздух был минус 10, мороз. Я говорю, а как вышли из Днепропетровска до Харькова? Харьков, город, это 200 километров. Надо было за ночь прийти в Харьков и дальше. Дальше на запад. Он сказал, мы были смелые, мы не думали о судьбе своего здоровья, мы думали, как победить врага, то есть немецкую армию. Фашистка. Фашистка, да. Вот. Поэтому те, кто был сильный и получал награду, мой дец дошёл до Берлина и имел медаль за победу над Германией. Вторая медаль – это Брейп. Мой отец был за отвагу. Мой отец был сильный и не боялся. Самая трудная битва была – это битва у Рестака. Много погибло. Отец был ранен, поэтому после войны он долго не мог жить, состояние здоровья ухудшилось. Ну, рамок умер. Вот я перед вами, наследница того человека, который был очень достойно защищал страну. Вот что я хочу вам сказать. Что взятие Берлина, за то, что он был отважный. Наши гены правы, а мы победили. Да, это всем давали медаль, кто брал «Плюста». Ну, вот посмотрите, пожалуйста, если вам интересно. Это оригинал, не штамп, ничего. Специально я принесла для вас, чтобы вы посмотрели. Это, ну, всё-таки история. Спасибо большое. Здоровья вам всем, берегите друг друга. Желаю, чтобы никогда не было войны. Ни над какой страной. Ни над моей, ни над Англией. Ни над всей. И грустно смотрели, видели. И я бы первая сказала, стоп, стоп, и ну. Спасибо за внимание. Пусть небо будет голубим, пусть небо на голубин садим, чтоб жили люди города, мне нужно на земле всегда. Молодец. Спасибо. Над землёй солнце светит, на траве играют дети. Речка синяя, речка синяя, а вот пароход по ней плывёт. Вот дома по небу прямо, вот цветы, а это мама. Рядом с ней сестра моя, слово «мир» рисую я. Пусть ходят голуби по крышам, пусть небо тают журупли, пусть будет мир, он так нам нужен. Мир нужен всем людям, всей земли, пусть будет реки, города и сёла, пусть лес растёт, возводятся мосты, пусть дети все кроме, выходят в школы, пускай во всех дворах в дворах цветут цветы. Погода тревоги по крышам, пускай во всех телах, пускай во всех плывёт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok